Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня, среда, 27 января, мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 10 главу с 1 по 18 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, «Восемь свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконних не воспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Очень пространный, интересный отрывок, дорогие братья и сестры, который мы с вами тоже в месяце декабре уже прочитывали и комментировали. Я напомню, что это связано с тем, что именно тот факт, что мы сейчас читаем эти отрывки по второму кругу, что между праздником Крещения и началом Великого Поста образуется большое время, большой промежуток времени, соответственно, связан с тем, что сама Пасха, праздник Пасхи в этом году поздно, 1 мая, и вот в этот период, так скажем, освободившийся по отношению к тем годам, когда Пасха ранее, то Святая Церковь, церковный календарь, постановляет читать те же самые отрывки, что некоторое время прежде того. Ну, это и хорошо с какой-то точки зрения, потому что вот именно эти отрывки из послания к евреям, они действительно чрезвычайно важны, и можно говорить о них на самом деле даже больше, чем 10-20 минут, можно и полчаса, и больше, потому что здесь чрезвычайно важны мысли. Вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что апостол Павел в послании к евреям говорит о тех временах ветхозаветных, когда человек думал, что для того, чтобы Бог его простил, и простил вообще народ Божий, общество в целом, да, там, может быть, какой-то город, нужно было обязательно пролить кровь. Вот такая позиция общая, ветхозаветная, и библейская, и языческая, что вот надо обязательно кого-то заколоть, животное жертвенное, или же даже человека. Иногда, к сожалению, такое тоже бывало. Ну, мы с вами знаем, что среди даже очень, вроде бы даже цивилизованных древних государств, таких как финикийцы, или же вот многие-многие уникальные, очень интересные культуры индейцев Америки. Ну, Ацтеки, Майя. Вот про индейцев Майя, кстати, снят фильм, был не так давно, мы помним, Мэллоп Гибсоном, называющийся Апокалипсис. Вот как раз в этом фильме показано, там, не для слабонервных, что называется, фильм, показано, как индейцы одни приносили в жертву индейцев других. Вот, ну, это действительно такой общий момент, очень жестокий с нашей точки зрения, все-таки наше время обладает определенной степенью гуманности, хотя мы с вами, к сожалению, опять же, должны констатировать, что и в наше время еще совершаются всякие жестокости, если не сказать зверства, одним человеком по отношению к другому человеку. Вот, но тем не менее, все-таки в древности это носило достаточно общий характер, вот именно это понимание, что пролитие крови необходимо для того, чтобы Бог простил человека. Ну, действительно, представление, ну, назовем его не иначе, как ветхим, ветхозаветным, да, ветшающим. В Новом Завете наша задача все-таки понимать, что после пришествия Христа, после Его служения нам, а Его служением, Его жертвенностью можно воспринимать весь Его путь. Мы вот часто сосредотачиваемся именно на переживании, страдании, ну, особенно часто это происходит, надо сказать, тут прямо в западных, может быть, каких-то образцах христианства. Ну, конечно же, иногда и бывают такие вещи и в нашем православном христианстве. Но если мы с вами, скажем, даже вспомним другой фильм, кстати, Мэлла Гибсона, вышедший ранее, чем апокалипсис, который называется «Страсти Христовы». Многие из вас его смотрели, его часто демонстрируют на Страстной неделе, то есть в преддверии Святой Пасхи. Вот в этом фильме как раз, ну, уж очень-очень натуралистично показан именно момент избиения, то есть физических страданий Господа Иисуса Христа. И вот такой акцент именно сделан на этом. Мы забываем о том, что жертвенностью, служением, отдачей Сына Божьего нам служил весь его путь, начиная с рождения. Потому что родиться Богу в мире людей это тоже уже отдача, это уже тоже некая жертвенность. Взять и вообще оказаться совершенно в другой ситуации. Вот живет, так скажем, условно говоря, немножко применим такие антропоморфизмы, вот у Бога своя жизнь, и вдруг он раз и вселяется в тело человека, воплощается и начинает жить жизнью человека, младенца, со всеми скорбями, трудностями, присущими жизни человеческой. Уже самоуничижение, кенозис по-гречески, да, есть такое слово, кенозис, самоуничижение, или даже точнее опустошение. Помните, у апостола Павла в послании к филиппийцам себя умалил, себя опустошил, кено по-гречески, да, кенозис, опустошение. То есть, по сути, Бог, наполняющий собой все и вся, да, творец всего, взял и, то есть, опустошил себя, то есть, позволил себе стать человеком. И потом вся жизнь Иисуса Христа и его смерть как следствие его жизни, то есть, как единое, целое, единый путь, все это нас освободило от необходимости приносить жертву. Вот об этом здесь очень много написано в 10 главе. Смотрите, допустим, если мы с вами относимся действительно к жертве как к методу снискания божественного благоволения, то в этом как раз большая ошибка. Смотрите, вот третий стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. То есть, если мы с вами относимся к нашему посещению храма, допустим, к тому, что мы ставим свечечку вместо того, чтобы закалывать теленка или ягненка, тоже как к тому, что мы постоянно не верим Богу, что он нас может простить, постоянно пытаемся через это добиться его благоволения, то это означает, что мы по большому счету не доверяем вот этому событию пришествия мира Иисуса Христа, что во Христе божественная любовь излилась на нас с избытком, и больше уже не может быть ничего. А мы все еще думаем, что, ну, нет, наверное, нам что-то нужно такое сделать от себя. А ведь что может быть от себя? Мы говорили в прошлый раз, что, ну, нет ничего такого у человека, что он мог бы дать Богу от себя, потому что все Божие. Нет ничего такого, чтобы мы могли дать Богу наперед, наперед, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, чтобы сделать его должником, чтобы его, так сказать, повязать этим долгом. Поэтому здесь получается вот это вот отношение к жертвам, к отношению с Богом, построенным на таком принципе, даже в наше время, когда вроде бы кровь не проливается, оно тоже на самом деле корнями уходит вот в это ветхозаветное понимание. То есть две тысячи лет прошло, а часто выясняется, что христиане-то мыслят вполне по ветхозаветному. Это, ну, к сожалению, так, хотя мы все, конечно же, стремимся углублять наше познание вот этой веры, этой истины Христовой, этой благой вести о том, что Бог во Христе Иисусе изливает свою любовь на нас с избытком. И смотрите, важен еще второй стих, да, чуть выше поднимаемся. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Это тоже чрезвычайно важный момент, дорогие братья и сестры. То, что совершил Господь наш, да, то, что в нем излилась на нас с избытком благодать Божия, любовь Божия, означает, что мы с вами, а к тому же в этом самом событии мы с вами тоже неоднократно об этом говорили, мы с вами становимся уже не рабами Бога, а детьми Бога. Что это означает? Что мы уже обратно не вернемся. Если мы христиане, то у нас нет другого пути, да. Нам выбора по счастью не дано, как пел один знаменитый, да, исполнитель. Мы можем быть только детьми. Мы можем быть заблуждающимися, плохими, непослушными, вредными детьми, но мы уже рабами не станем. И поэтому ощущение, вот этого рабское ощущение вины, что я вот такой ничтожный, постоянно везде неправый, оно не должно быть свойственно христианину. Христианин понимает, что он несовершенен. Вот чувство несовершенства и чувство вины, это совершенно противоположные вещи, даже с точки зрения психологии. С точки зрения даже светской психологии, человек, который чувствует, что он ограничен, несовершен, что ему есть к чему стремиться, это нормально. Это нормальное здоровое состояние. Человек, который постоянно страдает комплексом вины, все я не так делаю, все я ничтожество, я червь, я ни на что не способен, то это уже, конечно, болезнь, это уже патология. Поэтому в христианстве ни в коем случае не должно быть места вот таким патологиям. Христианин должен трезво понимать, что он идет по пути. Да, он ошибается, он спотыкается, он заблуждается. Но все равно божественная благодать уже излита на него. Поэтому вот это сознание грехов, как здесь написано, да, и перестали бы приносить их, то есть жертвы, потому что приносящие жертвы, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть мы с вами посещаем храм и ведем христианский образ жизни не для того, чтобы вымолить у Бога прощение. Прощение Бог нам даровал. Во Христе Иисусе Он излил на нас столько любви, что нам бы давно уже надо было бы понять, что Бог нас не то, что прощает, Он на нас не обижается. Он такой Бог, который, в принципе, не способен обижаться. Тем более, что мы люди, и Он Бог, это такой разный уровень бытия, что наша с вами здесь, так сказать, мышиная возня, она никак Бога не может обидеть на самом деле. И поэтому наша с вами задача, приходя в храм на богослужение, читая молитвы, читая Евангелие, не услужить Богу, не, так сказать, попытаться заработать себе какие-то, так сказать, бонусы, да, какую-то дополнительную любовь к Божию, а просто осознать, понять тот факт, что Бог нас очень-очень любит. И всем сердцем эту любовь в себя принять. И дальше эту любовь распространять на всех окружающих. Вот это действительно то, что нам дает христианство. Это та революция, духовная революция внутренняя, которую христианство совершило. А если мы с вами все еще ходим с сознанием вот того, что мы грешные, не можем быть прощены, и нет нам прощения, вот мы любим погрызть себя, поесть себя, даже на ту же исповедь мы приходим не чтобы получить отпущение грехов и возрадоваться, и приступить к Господу, к причастию с ощущением радости, с ощущением торжествующей любви, а вот действительно как будто патология какая-то, да, присутствует иногда в нас, что мы и каемся, и каемся просто ради того, чтобы лишний раз себя погрызть, посверлить, и даже, как ни странно, это тоже патология, получить вот это удовольствие. Но об этом много-много написано в определенной психологической, психопатологической, психиатрической литературе. Вот, углубляться мы не будем, но факт в том, что действительно, вот еще раз обозначу, братья и сестры, чувство, здоровое чувство собственного несовершенства, собственной ограниченности, того, что есть более широкие горизонты, и есть куда расти, это нормальное чувство. А чувство постоянной вины, самогрызения, самоедения, это не здоровое чувство, и христианам оно не должно быть присуще. То есть, христианин не должен думать, что чем больше у него вот этого самогрызения, тем он лучший христианин. Нет, это вовсе не критерий. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, 10 главу с 1 по 18 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова